Дорогие друзья, а вы готовите полноценные с вами обеды либо ужины? Такие, чтобы были и салаты, и закуски, и горячие закуски, помимо основного блюда. Одной горячей закуски, марокканской горячей закуски, я хочу научить вас сегодня. Я ее описал в книге, которая называется «Таджин, кускус и другие марокканские удовольствия». Называется это блюдо куриные ножки и крылышки. Но не просто ножки и крылышки, а с лимоном и оливками. Готовится эта закуска очень просто, даже если у вас нет специального марокканского таджина. Ставьте на плиту хоть кастрюлю, хоть глубокую сковородку, хоть алюминиевый казан. Что есть, то и поставьте. Налейте совсем немного масла, чтобы только еле-еле покрыло дно. И насыпайте в сковородку либо казан много лука. Посмотрите, сколько. Огромная коса, грамм 800 лука. Не важно, как он будет порезан. Будет порезан четверть кольцами или кубиками, все будет хорошо. Самое главное, чтобы лука было довольно много, потому что лук основа марокканского соуса. А к луку чеснок. Довольно много чеснока, чуть ли не целая головка, порезанного мелким кубиком. Там, где лук, там и куркума. Полная чайная ложка. Этого достаточно. Но блюдо в итоге должно получиться празднично-желтого цвета. Кроме того, несмотря на то, что марокко находится на самом дальнем западе, все-таки это восток. Ну, а какой восток без черного перца? Имбирь, сухой тертый имбирь. Я понимаю, что многие могут сказать, что у меня есть свежий. Нет, свежий не лучше сухого. Сухой тертый имбирь и свежий имбирь, это разные специи. Они разные по вкусу. Ну и, конечно же, зира, молотая зира. А куда без зиры, если это марокко? Вы не поверите, но, наверное, в марокко употребляют еще больше зиры, чем в Узбекистане. Я наливал растительное масло, а теперь беру хороший кусок, наверное, полная столовая ложка с горкой, сливочного масла. В марокко сливочное масло используют особое, ферментированное. Оно имеет запах, примерно такой же запах, как французские сыры бри, камамбер. Вы знаете, некоторые считают, что неприятно пахнет. Такого масла у нас не найти. Но если взять обычное и добавить ему хотя бы 1 чайную ложку сыра, запах, который вам нравится, то получится как раз то, что в марокко. Вы не поверите, что в марокко они жарят лук, добавляя в него воду. И это очень хороший прием. Советую взять на вооружение. Теперь можно очень увеличить огонь. Ставьте вашу плиту на максимум, потому что все должно кипеть достаточно бурно. И возьмите примерно ложку соли. Ну, посмотрите, здесь чуть ли не килограмм различных продуктов. Конечно, ложки соли будет в самый раз. И все, накрываем крышкой и занимаемся курятиной. Очень важно правильно выбрать курятину. Торговая марка Аннур, халяльная курятина. Аннур, это правильный выбор. Почему халяльная курятина подходит как мусульманам, так и христианам, и также атеистам, рассказано в сюжете, ссылку на которую вы можете найти либо вот здесь, либо в описании к ролику. А пока я должен сказать, что это настоящий халяль. Здесь печать Совета муфтиев России, это только ручной убой, это растительные корма, это здоровое питание и в конце концов экологически чистое производство. Ну что, откроем, посмотрим? Чистенькие, идеальные, все один к одному. Ох, как кипит хорошо. Наверное, надо помещать разок наш соус. Посмотрите, красота какая. Я вам скажу по секрету. Если использовать ножки и крылышки от деревенских либо от таких поживших кур несушек, то их надо было закладывать сразу вместе с луком. Накрыли крышкой и все, ничего больше делать не надо. Но Аннур продает очень нежных цыплят. Поэтому этих цыплят мы с вами сейчас сначала замаринуем, а к луку добавим тогда, когда лук будет уже наполовину готов. Сколько здесь? Пара килограмм курятины. Значит, еще ложка соли, пусть и не полная, пусть без верха. Часть соли у нас там в соусе, а часть соли прямо сюда. Эта закуска должна получиться ярко-желтой, солнечной, очень красивой. Поэтому и сюда еще 1 чайная ложечка куркумы. Добавлю еще чуть-чуть. И вкусной должна быть курица, поэтому черный перец для аппетита обязательно. Немного, меньше половины столовой ложки. Соли, специи должны в чем-то раствориться. Вот немножко воды, буквально 2 столовые ложки воды и столовая ложечка масла. Этого хватит. И перемешать как следует. Ну, а как у нас соус? Отлично. Лук уже стал мягким, и я по запаху чувствую. Из таджина, из кастрюли выходит запах готовой еды. Можем раскладывать курятину по таджине. Сначала ножки. Раскладывать надо красиво, потому что подаваться на стол это будет прямо в таджине. А теперь крылышки. Посмотрите, что у нас осталось после маринада. Да здесь все самое вкусное. Я этим полью крылышки и ножки сверху. Но это еще не все. В центр таджина надо вставить связку петрушки. Непременно связанный пучок с ниточкой, не с резинкой, потому что потом по приготовлению его надо будет убрать. Марокканцы петрушку иногда режут и жарят просто вместе с луком. Это удивительно, но это получается очень вкусно. А помимо петрушки, один из очень важных специалитетов марокканской кухни, это корица, настоящая корица, хотя бы одна палочка. Я разломлю ее на несколько кусочков для того, чтобы разложить в разные края таджины. Но и это еще не все. Ни одно праздничное азербайджанское блюдо не обходится без шафрана. И ни одно праздничное марокканское блюдо не обходится без настоящего шафрана. Причем шафран в это блюдо они закладывают целиком, не растирая, очень щедро. Я сегодня поступлю как марокканец, положу хорошую щепоть шафрана. Я убавляю нагрев до среднего, но накрываю крышкой, а под крышкой все будет кипеть очень сильно, очень хорошо. Так и надо. Если у вас курочка домашняя, деревенская, то хотя бы час-двадцать. Если цыпленок 25-30 минут, ну ладно, от меня, от Сталика Ханкишеева, добавьте еще 10. Возле Баку я видел, что растут оливковые деревья, оливковые рощи. А Марокко буквально весь покрыт оливковыми рощами, потому что оливки источник денег, источник богатства. Ведро оливок 10 кг стоит 10 евро. Если у тебя есть хотя бы 300-400 оливковых деревьев, это как хорошая зарплата. В Марокко готовятся оливковое масло. В Марокко едят очень много оливок. А вот такие красные очень красивые и очень вкусные оливки добавляют во многие блюда, во многие салаты и даже в то блюдо, которое мы сегодня с вами готовим, обязательно добавляют в уже готовое блюдо. А еще в Марокко растут замечательные лимоны. Они мельче наших, они кругленькие, и у них носик пирамидкой. Эти лимоны в Марокко солят. Вот как в России огурцы солят в бочках, точно так же в Марокко солят лимоны. Там эти лимоны в любой лавке на каждом углу продаются. Каждый день иди, купи 2-3 штуки, сколько тебе надо. Но те люди, у которых во дворе растут свои лимоны, солят эти лимоны круглый год. Они же постепенно поспевают. Видит хозяйка, что поспела 2-3 лимона, сорвала их и положила в банку с солью. Я вас научу, как сделать очень похожие на марокканские лимоны из наших обычных. Во-первых, их надо очень тщательно помыть. Обычно поверхность лимонов, особенно импортных, бывает обработана особыми веществами, предохраняющими их от порчи и от насекомых, и от гнили. Поэтому промываем, может быть, даже и с кипятком. Нарезали на кубики. 3-4 лимона – это ложка соли, 3-4 лимона – это пол ложки сахара. И вот такие кубики поставьте в небольшой ковшик на огонь буквально на 10-15 минут. Покипит, пусть остынет. И получается очень похоже на настоящие марокканские лимоны. Вы знаете, я такие лимоны иногда на стол ставлю рядом с оленями, рядом с оливками, рядом с маринованными фруктами. Это очень вкусно. Масленисто. 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 Масленистос. Вышлатиçons. Масленистос. Масленистос. Пuceк. Масленисто. Масленистос. Кו 유лин. Ну и давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот какая красота! Вы бы знали, как это пахнет. Но погодите, блюдо еще не совсем готово. Вот эту разваренную петрушку надо убрать. А оливки и лимоны наоборот, разложить по всему таджину. Я уже говорил вам, что в Марокко без этого блюда не встречают дорогих гостей, не проводят ни одно торжество. Для меня вы мои самые дорогие гости. Я от всей души желаю вам приятного аппетита. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова